всем привет мои дорогие добро пожаловать на мой канал как и обещала вот снимаю видео отчет укоренения хочет в кокосе данные черенки были получены мной три недели назад конечно можно было нужно было раньше снять видео но у меня не получилось раньше поэтому как и есть корешочки конечно появились где-то у кого-то через неделю у кого-то через полторы недели кого-то через две недели ну кто когда вот например хоя лаконоза амарила это мне в подарочек приходила но нет александра от другой девушки так тоже я сразу посадила в кокос без всякого там перлита просто в кокосик это уже вот черенки пандурата вьетнам от александра вот три недели назад я получала посылочку и вот смотрите результат мне очень даже нравится смотрите даже ростик ростик хвостик далее я вот такая вот такая красотка тоже может похвастаться корневой системой шикарнейший смотрите какая шикарная корневая буквально неделю назад было там тоже чуть-чуть ну я уже смотрела мониторила и очень радостно было что вот видите тоже ростик намечается очень радостно было увидеть корешочки так это у нас дисхидия по моему какая-то имбриката тоже у нее корешочки за три недели в тепличке я всего лишь один раз по моему полила и здесь вот то что крышкой за счет того что крышкой накрыта прям долго была влага и я не поливала вот в промежутке наверное полила один раз только посмотрите какая шикарная корневая потела white вот это я боялась вообще что на такая то тоненький такой стволик у нее был видите то есть я сомневалась что в воде она сможет нарастить крышки хотя могу ошибаться ну вот я побоялась оставлять ее в водичке и сразу определила ее в кокос посмотрите корешок какой жирненький и уже ростики чему я очень очень конечно рада сигелатис сильвер ростиков тут никаких нет но корешочки тоже есть тоже тоже имеются в кокос дальше посмотрим с вами бревиолата сплэш так тоже есть корневая видите этих красавчиков я сажала сразу прям сразу в кокос вот так называется и корневая система у нас тоже развивается эти стоят у меня череночки в тепличке уже три недели открывать пока не буду пускай побольше нарастет корневая система да и мне удобней что что не так часто поливать эксилис экзилис как то так тоже смотрите корневая замечательную не вижу смысла перлит еще добавлять хотя можно было бы как нибудь взять одинаковые черенки да с одной и той же хоечки и сделать как эксперимент кто быстрей какой черенок быстрее отрастет корешки в кокосе с перлитом в просто в кокосе можно еще поэкспериментировать просто даже в перлите укоренить в вермикулите но кто-то вот уже делал на к на ютубе я видела такие эксперименты уже были велись но условия у всех разные поэтому если будет желание можно сделать тоже вот видите корешочки есть все отлично отлично сулавесиана сулавесичка так вот такая ацикул ацикуларис смотрим здесь у нас что с корешками отлично все отлично прекрасно в следующий раз я просто пролью еще на всякий случай каким-нибудь фунгицидом ну то как знаете такая осторожность для самой себя для успокоения на всякий случай хуже не будет так все так поверну чтобы потом не задеть эти листики не мешались при закрытии сейчас погремлю немного и вот накрываю я тепличкой неудобно одной рукой все накрываю прозрачной такой крышкой периодически проветриваю друзья вот так вот открываю наискось тепличку вот так она у меня проветривается потом опять закрываю все отлично вот листики самое главное не это не замять вот такая тепличка сейчас покажу вам вторую тепличку вот вторая тепличка тоже посмотрим пулиана что у нас там по корням ну конечно такая малышка не видно корней но она жива до сих пор видите поэтому отсушила кончик вот желтенький ничего пока жива потом ну что ли гэй всез какая то что у нее так здесь у нас что тоже она малышка нам нескоро корни появится но пока тоже жива пока так в минеральный грунт я в виде эксперимента тоже посадила вот это не не лечу запон как вот русский производитель я всегда забываю название буду редактировать подпишу заказывала данный грунт на зоне он конечно грязненький его нужно промывать прежде чем там на фитиль даже ставить ночью вода будет вся грязная посадила новую росту дисхидии пошли на быстро как-то прям вот это вот все новый рост и была просто веточка дисхидия сп сейчас посмотрим корни есть видно ну вот здесь что то видно круче вот даже понравилось в минеральном грунте дисхидии очень хорошо я ее тут с корнями выбрала малость прости пожалуйста так вот это хоя калина колина какой-то она такая вот светленькие листики у нее смотрим корни то вообще есть есть вот видите не по бокам а вот в дне стакана укоренилась укоренилась вот эта красотка кармелая кармелая тоже корни что это такое корни и есть воздушный корень пошел в землю ну что то есть дорогие мои есть есть не что то есть так дальше это тоже дисхидия и разделила на 2 что ли или да на 2 на 2 черенка дисхидия вата ван стрип страйп вот тоже смотрите все хорошо в общем то я довольна кокосом не знаю почему я боялась изначально укоренять укореняла сразу в грунт свой ну и в грунте дорогие мои я вон клим кременсиором укоренила вот в котором я обычно сажают тоже все отлично она не жаловалась вот такие вот кустовые коечки де цепула и что ли до цепу ли чутка тут вот тоже смотрите видите корневая хотя в воде она стояла но вот здесь вот кончик был он пожелтел вот видите шелушинку от него осталось я подумал ну хана воткнула я в кокос посадила и появились корни в общем то пока жива это же я держу это все друзья в тепличке и пока она ног даже корни появились я пока не убираю тепличку дабы не засушить и пускай там они корни больше плетут горшочек стаканчик и тогда уже все будет хорошо буду потихоньку открывать хотя проветриваю сейчас еще покажу 2 черенка вот друзья тоже 2 черенка 2 черенка в минеральном грунте это вот которые кустовые тонколистные по типу мультифлоры видите там уже рост идет идет растет сейчас раскрою покажу вам тоже не стала укоренять я в воде сразу посадила черенок в минеральный субстрат видите какие корни вы посмотрите все отлично тоже как вариант для укоренения черенков видите ростик пошел как у нас это ходечка называется так чевиором cr-40 и вот такие на зип пакетика на зип застежках пакетики отлично как роль теплички выполняют потому что она по высоте у меня в тепличку бы не поместилась а на тот момент большие теплички большую тепличку для двух черенков как-то тоже нецелесообразные я вот положила вот в такие вот пакетики на зип застежки очень удобно сейчас вторую вам покажу так и вот вторая она мне пришла в виде подарка компонулата и друзья я вот ты как три недели посадилась сюда закрыла на зип застежку и вообще даже вообще не поливала все три недели там замечательно конденсат был ну полила как первый раз да и все вот ростик новенький смотрим корни корни есть и очень даже неплохие можно уже прям каплю воды а может быть и не надо все отлично себя чувствует и вот друзья не обращаем внимание тепличка да грязненькая я ее не мыла перед съемками вот поэтому хочу просто показать вам что вот например почему я решила укорените в кокосе потому что я вот заказывала кучки дэнниси фрида это по моему да и вот в чистом кокосе не разбавлены ничего там без перлита и все замечательно растет вот мои дорогие здесь посветлее вот мне пришло просто в чистом кокосе просто в чистом кокосе отличная корневая видите ростик дает дэнниси фрида сервер леди тоже вот ростик дает здесь есть какие-то вкрапления потому что это другой продавец по моему так здесь просто вот грунт хотя нет наверно не другой в основном вот в кокосе не мы еще переписывались с этой с девушкой и она говорит что в кокосе большие толстые эти корни наращивают хоечки вот это мне очень нравится хоечка такая хорошенькая в принципе их уже можно из теплички вытаскивать это карри название такое интересное как специя карри такие темно-зеленые листочки так то что я тут повредила что ли а это у нас дисхидия филиппин филиппинсис сейчас покажу возьму поудобней такие листочки тоненькие похоже да прям вообще на хоечку но это дисхидия кстати их уже можно на полочку смело в свободное плавание они уже давно дольше стоят чем те у меня поэтому я даже не буду убирать туда на стеллаж завтра наверное их уже буду определять на постоянное место жительства так ну и на фоне вот красавицы лизы астралис лизы я заканчивать буду свое видео мой отчет да по посадке черенков в кокосе мне понравилось дорогие мои прям вот стопроцентные в этот раз для меня стопроцентное укоренение в этот раз без потерь хотя до этого ну там один-два черенка могут и не приняться а в этот раз у меня прям получилось все чему я очень рада а я с вами буду прощаться благодарю вас за внимание за просмотр ставьте пальцы вверх если видео вам понравилось до новых встреч пока пока ваша Катя